Склонен делать. Конечно, так может пойти, если совсем простенькие предложения. Мы можем слово за словом перевести, потом оно как бы само складывается. Но это только в очень простых случаях. В более сложных случаях мы неопытный студент или студент, которому не говорят про этот алгоритм. Это не всегда, к сожалению, преподаватели об этом рассказывают. Начинают просто слева направо механически переводить и пытаясь затем гадательно сложить этот пазл. Чаще всего не складывается. А если не складывается, то студент, горе-студент, начинает методом гадания на кофейной гуще, включает фантазию у кого-то, она такая очень мощная, гуляет хорошо и ветвится. И поэтому получали. К сожалению, такие фэнтезийные переводы, вот они издаются. Бог с ним, если они появляются просто где-то в сети. Но иногда они даже издаются в виде книжек. И потом, конечно, как-то бывает грустно их видеть, поскольку... Фэрии фэнтези издаются, в смысле, как жанр фэнтези? Нет, нет. Они издаются как эндологическая литература. Я сейчас не хочу никого специально обидеть, поэтому имен не будем называть. Да, ну вот мне... Я сейчас одной такой, в одну такую книжечку иногда заглядываю, смотрю, сколько там фантазий много. Ну, бывает, да. Что делать? Ну вот, как говорит Патанджали, да, Патанджали, который, ну, для йогов, он как бы является и понимом, и автором йога, так сказать, ну, йога шастры и грамматиком. Ну, конечно, он грамматик, он на самом деле исторически, конечно, крайне маловероятно, чтобы это был один и тот же Патанджали. Вот он говорит, тасмада дьем в якором. Поэтому надо изучать грамматику, да. А синтаксис – это часть грамматики, это органическая часть грамматики. Вот. И потом мы даем дословный, я называю это вспомогательный дословный перевод. Кто-то зовет это буквальный перевод. Пожалуйста, называйте, как хотите. И вот мы не должны на этом остановиться, да. Обычно это такие очень, ну, даже вплоть до...